Здравствуйте, мои дорогие! Меня тут под одним видео спросили, даже не под одним видео прислали мне в личку вопрос, он меня очень заинтересовал, сказали, что очень интересно, какие книги я вообще люблю читать. И говорят, интересный человек, окей, предположим, я интересный человек, в общем, сегодня будет off-topic. Наслаждаюсь теми книгами, которые я прочитал, которые люблю. Начнем сначала с художественной литературы. Если мы говорим о художественной литературе, то все детство и юность я, в общем, читал фантастику, фэнтези, перечитал все, что только можно. В нашей районной библиотеке я перечитал, собственно говоря, всю фантастику, которую я только мог найти. От Жюля Верна, которой я прочел все, что он, по-моему, написал, до, не знаю, каким-нибудь Ефремовым. Был абсолютно всеядным и читал все подряд, поэтому сейчас даже выделить что-то такое сложно. То есть, стал постарше, увлекся литературой ужасов и, надо сказать, что на Кинга я подсел очень серьезно, но все прочесть, конечно, не потянул. Очень любил Кинга и, да, вообще, Кинг классный. У меня единственное, что последние лет десять его практически не читал, потому что, честно говоря, немножко ушел в другой возраст. Да, но Кинг все равно до сих пор хорош, и я, если вы примерно в этом возрасте, я думаю, очень многие вопросы, вещи можно, стоит почитать. Там, например, какие-нибудь сильнейшие вещи на мой вкус, типа «Сердца в Атлантиде». Ну, блин, я не знаю, я несколько раз перечитывал с огромным удовольствием, и это вообще как бы про ужасы никакого отношения не имеет. Фильм, книга классная, и я очень рекомендую ее прочесть, если вы действительно не читали. Есть еще совершенно шикарный кинговский автобиографический роман, это «Труп». Вот. Название сюжета мало имеет общего, но, в общем, не знаю, я оттуда постоянно цитирую историю о том, как альтер-эго Кинга, я так понимаю, он сам пошел в литературный кружок, где ему рассказывали о том, как надо правильно писать, и писали какую-то хинею, на мой вкус даже, да. И он оттуда ушел с бешенством, да, написал свой первый рассказ, явно, опять же, про себя, и я опубликовал его в каком-то журнале для мужчин, для что-то типа того, и получил за него первый генерар, и потом этот чек с генераром прилепил ему на доску с надписью «Вам надо их учиться». Ну вот, я, в принципе, согласен тут, с кем в нем. Оценка того, что вы делаете, в любом случае сводится к тому, сколько люди готовы за это платить. Нет, есть, конечно, исключения, да, если вы гениальный писатель, художник, журналист, не знаю, кто-то такой, что вашу работу ценят только потомки, ну, блин, серьезно. Ну, это тысячная доля процента, так, чтобы обогнали там на поколение своих современников. В основном, все же, правильно оценивать свой успех по тому, сколько вы за это зарабатываете. Ну, то есть, вообще, то, что делаете, людям нужно? Если оно нужно, то оно должно продаваться. Поэтому я все же советую в эту сторону смотреть. Вот, по поводу же не художественной литературы, то я очень рекомендую «Цель Голдрата». Вот, я не знаю, это книга, которую я читал раз в восемь, наверное, и крайне рекомендую прочесть, как минимум, первую цель. А лучше первую, вторую. Она прекрасна. «Цель – процесс непрерывного совершенствования», она называется, книга. Вот. Абсолютно уматная книга. То есть, я скажу, что я очень многие аспекты именно своего понимания, понимания того, что у меня в голове происходит, и того, что я делаю, и ради чего я делаю. Оттуда еще печатнул. Это бизнес-роман, вообще-то. Вообще, это бизнес-роман и про производство внезапно. И, вы знаете, ну, я не знаю, по-моему, она полезна практически всем. Что еще хотелось сказать? Из моего увлечения психологией, я все-таки вот по второму образованию незаконченного психолог, да, очень запомнился Эрик Берн, я очень большой поклонник Эрика Берна, ну, и, естественно, его культовые книги-игры, которые играют люди, ну, и вообще всего транзакционного анализа, который Берн предложил. Вот. Если вас интересует психология, и тем более, если вы программист, то я советую психологию изучать именно с Берна. Как минимум, это нам ближе всего структурный разбор. Вот это так, это вот так приводит к тому-то. Прекрасно. Замечательно. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать. Тут я даже не знаю, что еще добавить. Читаю достаточно много, и читаю достаточно толковые книги, но такого, что вот прямо сильно так поразило меня, кроме того, что перечислил, наверное, нет. Ну что, напишите, насколько вам интересны такие вещи про меня. Если не интересно, я удалю трафик. Хорошо. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот это все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!